Сила, выносливость, скорость и меткость. Участники ГТО считают необходимым поддерживать форму в любом возрасте. Внепланово выполнить нормы ГТО заявило желание не только подрастающие поколения, но и сотрудники щелковских учреждений. Александр Брагин пришел в этот день вместе с дочкой. Изначально девочка хотела поддержать отца, но и сама выполнила все нормы, при этом на золотой значок. Теперь ему нельзя упасть в грязь лицом. Устал сильно, да. Потому что не каждый день бегаю по 3 километра. Но, в принципе, поддерживаю здоровье жизни. Занимаюсь в тренажерном зале. Не курю. Участники признаются, что выполнить нормативы с хорошим результатом без подготовки очень сложно. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Наверное, благодаря тому, что я делаю зарядку каждый день. Нормально все хорошо обустроено. Мне понравилось. Щелковский район в этом году показывает хорошую статистику. Уже около 400 участников, получивших значок. Неудивительно, что в тройку лучших специалистов самоуправления Московской области попал эксперт отдела по физической культуре и спорту Александр Панов. Его конкурсная работа была посвящена внедрению ГТО в наш район и оказалась одной из лучших. Это целостная система воспитания. Она помогает улучшить состояние здоровья жителей и общее количество занимающихся физической культурой и спортом. Все отмечают, в том числе Министерство спорта, что Щелковский район находится в этом плане на лидирующих позициях. Пока школьники зарабатывают с помощью ГТО баллы для поступления в ВУЗ, взрослые приходят на площадку, чтобы лишний раз проверить свою физическую подготовку и повысить самооценку. А есть и такие, кто хочет показать всем, что даже в наше время, независимо от возраста и режима, быть спортивным возможно. Собственная видеокамера Алексея Поляков записывает все свои спортивные достижения. Я начал снимать видеоблог, чтобы показать людям, что необязательно быть идеальным человеком. Четырех или пяти нормативов я выполнил на золото. Воспринимать программу как социалистическое соревнование может уже и не получится. Но вернуть спорт в массы становится возможно. Быстрее, выше, сильнее. Теперь снова про нас. Марина Познякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».